А так, друзья, я к вам вернулась. Так, я снова с вами. Вы уж не серчайте, что я вас обрываю так в эфире, несложно повторно зайти, просто есть переживание, что я не замечу, что я не замечу, что там нужно заканчивать, и тогда не сохранится эфир. У меня такой момент уже был. Коты мои сладкие тут лежат. Так, итак, продолжим общение. Сегодня суббота, сегодня выходной. Я могу себе позволить с вами еще пообщаться. Да, у меня сладкий котик. Меня постоянно спрашивают, будет ли разбор фильмов. Навряд ли, друзья, будет разбор фильмов, потому что фильмы, часто популярные фильмы, которые смотрят люди, сняты не очень реалистично и особо там нечего разбирать, потому что там сделанные психотипы, а они реальные, которые не представляют какой-то глубины для меня, да, там как для психолога. Екатерина, есть приложение, которое позволяет сохранять прямой эфир. Вдруг вам будет полезная информация. А я сохраняю? А, ну нет, вы знаете, дополнительно что-то закачивать. Мне говорят, зачем? Тут просто одну кнопку. Жмешь, сохранить, и все у меня сохранено. Просто, когда больше часа, то я могу не заметить, и у меня один раз было, что оно выключилось, и я не сохранила. Тут же тоже все просто. Жмешь на кнопочку, и все сохраняется. Тут же главное, чтобы места хватило. Приведущий эфир, да, а я уже его сохранила, и он уже выложен, поэтому он уже там. Как вы относитесь к ведической психологии и ее популярности в наши дни? А я не очень в ней разбираюсь, поэтому мне очень сложно вам сказать. Мне кажется почему-то, что, наверное, не очень. Почему-то мне так кажется, что мне бы это не понравилось. Интуитивно чисто, что-то там, наверное, не то. Или, может быть, там неправильно могут преподносить. Там же нет четких канонов. Стандартов нет, поэтому туда могут люди чего угодно засунуть. Так, люблю вас смотреть и слушать. А вы не представляете, как я люблю вам говорить и видеть, что вам это нравится. Это все взаимно. Так, давайте, пишите, друзья, вопросы. Я буду отвечать, я готова. Вы знаете, я так радуюсь маленьким своим рекордам. Сегодня у вас было 90 человек одновременно. Никогда не думала, что можно собрать на книге 90 человек. И это было очень приятно. Так, вопросы пока никто не пишет, пока я их не вижу, пока вы просто собираетесь. Смотрю вас и тут, и на ютубе. Да, на ютубе все, что открутилось на инстаграме, и все, что вы когда-либо не посмотрели, идете в ютуб. Знаете, меня удивляет иногда вопрос, как вас найти в ютуб? Так забейте Екатерина Лим, и все, и нет проблем. Или, а как вас найти в инстаграм? Так забейте Екатерина Лим, и вообще нет проблем. Там сразу все можно найти. Да, спасибо, солнечный психолог. Да, ну, если это так, то это замечательно. Пишите вопросы, друзья. Вы просто так пришли? Мы с Никифором, с моим Олюшкой, ждем вопросы от вас. Катя, вы к 30 начали обучаться психологии? Если проследить мой путь, где вы покупали книгу Фрома? В Библиоглобусе. Я почти все покупаю в Библиоглобусе или в интернете заказываю доставку. У меня рядом там сейчас с моим кабинетом Библиоглобус. Спасибо всех, вас тоже рада. Итак, я сейчас буду на ваши вопросы отвечать. Сейчас отвечу к 30. Психологию как таковую? Да, наверное, лет в 30 я стала уже изучать что-то меня вот в сторону психологии. А перед этим все, что я изучала, это все было эзотерика. Но это вот такие вот эзотерика, это я вот, Колин Типпинг и радикальное прощение, это для меня эзотерическое учение. Так, Катя, а как вы относитесь к Лобковскому? У Лобковского есть прямые, понятные идеи, которые очень аккуратно можно применять. Он первооткрыватель невротических отношений, говорит о правильных вещах и постоянно ставит человека, у которого какая-то проблема, в ответственную позицию. Многим это не нравится и говорят, что его подход не самый как бы экологичный, но в целом все, что он говорит, имеет некое обоснование. То есть это не просто какая-то такая история, что он там от себя чего-то несет. Он познал некий прием, который звучит следующим образом. Если тебе что-то в этой жизни не нравится, то возьми это и поменяй. И он как бы людям дает право осознавать, что им что-то не нравится и что-то с этим делать. У него позиция простая. Не нравится – не делай, не мучай ни себя, ни других. И он очень жестко по поводу позиции жертвы высказывается, что если ты хочешь что-то поменять – поменяй. Не надо просто так сотрясать воздух. Так, давайте. Нормально отношусь к Лобковскому. Считаю, что есть, конечно, моменты, которые можно было бы более ювелирно делать, как-то потоньше брать, не такими крупными мазками. Но в целом он первооткрыватель правильного направления про невротические отношения. Мне очень нравится его одна фраза, гениальная совершенно, когда он говорит, что невротик всегда выбирает отношения, здоровый человек выбирает себя. Он же тоже, ему лет-то много, и его судьба, мне кажется, на мою похожа. Он долгое время был в зависимых отношениях, там по все круги ада прошел, а потом выбрал осознанное одиночество и чувствует себя вообще нормально. И никто его не осуждает, что он, скажем так, не замужем, не женат. Понимаете? Нормально. И вообще, вы знаете, успешные люди, они, значит, что-то делают правильно. А у него есть успех и финансовая какая-то, там его обвиняют, что он там безумные бабки берет за... Это не надо никого ни в чем обвинять. Берет, значит, платит. Понимаете? Значит, люди готовы за это платить. Не надо никого ни в чем обвинять. А, классный вопрос. Почему вы выглядите моложе своих лет? Риторический вопрос. Вы знаете, мне кажется, если бы я в свое время не умирала от любви и не считала, что моя жизнь закончена и не уходила бы в пассивный суицид, то я бы действительно молодо выглядела. Вообще бы, наверное, удивительно молодо я бы выглядела. Определенные, да, там, части моего лица все-таки свидетельствуют о моем возрасте. Вот у меня, как бы, знаете, верхняя половина совсем молодая, а нижняя не такая, как хотелось бы. Но это почему? Это такая маска печали, да? Депрессивное лицо. Я выгляжу молодо, потому что я себя не могу ассоциировать с сильно взрослым человеком. Я продолжаю жить и поступать, как человек, наверное, как вам сказать. Я какую-то зрелость и серьезность внутри себя не ощущаю. Я чувствую себя девушкой. Вот хоть убей меня. Мне очень сложно почувствовать себя женщиной. Для меня женщина – это некое что-то, почему-то такое приземленное, немножко тяжеловесное. Знаете, как приземленное? Не в плане, что, а вот, знаете, тяжелое что-то. Это все, она уже женщина. У нее уже там все, там, там, связка детей, мужей, обязанности. Ей надо жрать, готовить, квартиру убирать. У меня ничего этого нет. И мне кажется, мой заход вот в эту женскую часть, он блокируется мной. Наверное, поэтому я не стремлюсь иметь что-то, что превратило бы меня из девушки в женщину. Я, кстати, думаю об этом, что есть что-то там в моей голове, что он определяет мое бытие. Почему я выгляжу моложе, если ответить на вопрос не психологический, а физиологический? Потому что я занимаюсь собой, потому что я не курю, я не пью, я практически не ем никаких вредных продуктов. Самое вредное, что я себе позволяю, это кофе и чай с сахаром. Я очень жестко слежу за своим весом и способна отказаться от еды, если это нужно. Но я не голодаю, я просто меняю тяжелую пищу на легкую. Почему я выгляжу моложе своих лет? Ну, все-таки моя вот эта игривость и моя какая-то вот эта девчачесть какая-то, наверное, вот это определяет. Я не тяжелый человек, я легкий человек на подъем, на кипиш, я легко могу подстроиться под кого-то, под обстоятельства, под ситуацию. У меня нет серьезного отношения к себе, может быть, мне этого и не хватало. Но я думаю, все-таки психологически что-то, да. Ну, а потом, слушайте, я занимаюсь своим лицом, своим телом, что-то такое постоянно делаю для себя. Иногда пытаюсь пить витамины, но думаю не от этого. Катя, подскажите, пожалуйста, если после секса с манипулятором, с которым расстались два года назад, проработала свои страхи, вернула, как говорится, саму себе, себя, ага, но не получается сексуальное отношение с другими. Вы понимаете, что вы так накрутили вопрос-то не видно, да, вообще? Катя, у вас такая интересная фамилия, если не секрет, расскажите про ее происхождение. Это не моя фамилия, это стопроцентный псевдоним. Моя фамилия очень сложная для написания, она польско-еврейско-какая-то там непонятная, вывернутая наизнанку, там 25 букв. На английском в принципе ее не напишешь, потому что там очень много я, ща, ща. Вот, и поэтому я не очень ее, эту фамилию, как бы люблю показывать в свет. Вот, потому что врагов-то уже полно, получается. И Лим я подбирала, потому что у меня длинное имя, и мне нужно было короткую фамилию, и потому что мне очень сильно хотелось, чтобы она легко писалась на английском языке. И также я почитала смысл этой фамилии, и мне очень нравится значение Лим. Очень хорошее значение, это и философ, и мыслитель, и там, и так далее. Так, так, так. Катя, расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с матерью, детстве, юность, сейчас, если, конечно, это не чересчур личное. Я вам скажу сейчас. Сейчас это очень важно. К 30 годам я поняла, что винить свою маму в том, что у тебя что-то в жизни не так, полная тупость, и делать этого не стоит. Твоя мама делала лучшее, на что была способна, это точно. И если у тебя что-то в твоей взрослой жизни не получается, то, наверное, нужно обратить фокус на себя саму, и не нужно думать, что детство предопределяет всю твою потом оставшуюся жизнь. Детьми мы бываем лет до 15, ну так скажем, а потом до 90 живем как-то, ну как бы... У нас есть вся жизнь на трансформацию, мы сами становимся взрослыми. В 23 года это тот возраст, такая зарубка плюс-минус, когда ты сам берешь ответственность за себя, ты уже сепарируешься, ты уже автономная независимая личность. Возьми, воспитывай себя так, как тебе бы хотелось, чтобы тебя воспитывал другой человек. Поверьте, у нас на это есть уже ресурсы. Психологи бы вообще не зарабатывали денег, если бы личность не менялась бы. Мы занимаемся трансформацией. Станьте сами себе родителями, станьте сами себе психологами. Почему нет? С мамой сейчас все в порядке, все хорошо. Бывает какое-то мое раздражение на маму, как мне кажется, необоснованное. Моя мама яркая, харизматичная, интересная, с потрясающим чувством юмора женщина. У нее бывали вспышки ярости, такая немножко пограничная особенность. Но в целом она все-таки такой крепенький невротик. И я очень благодарна маме за то, что она поделилась со мной интеллектом, внешностью и харизмой. Да, чего не отнять, этого очень много. И мама, несмотря на то, что, может быть, ей сложно было видеть меня исключительно в позитивном свете, она, как мне кажется, сейчас, вот именно в моем возрасте, она очень сильно мной гордится. Потому что, когда она посмотрела фильм про Грузию, она написала мне слова, которых она не писала мне никогда в жизни. Это был WhatsApp, она мне написала, доча, я очень тобой горжусь. Вот, ты большая молодец. Все про меня, да? Здравствуйте, Екатерина. Скажите, если муж, а сейчас уже бывший, говорит, я тебя сведу с ума. Он психопат? Ну, вы знаете, в каком контексте он говорит? Может, он говорит, я тебя сведу с ума, дорогая. Это одна история. А если он говорит намеренно, типа, я сделаю так, что ты сойдешь с ума, типа, как угроза, я способен тебя свести с ума, то это какой-то признак агрессии. Но мы не можем с вами говорить по одному предложению, что кто-то там психопат, а кто-то не психопат. Вот, друзья, мы побили еще с вами один рекорд 100 на 100. Там 101 сейчас был. Очень сложно, поймите, ставить такие серьезные, утверждать такие серьезные заявления по одной фразе мы с вами точно не можем и не должны. Так, 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 вниз пошла я. Кручу, верчу, все прочитать хочу. Мы пришли с вами просто так, выпить кофе. Это, видимо, про то, почему нет вопросов. Катя, у меня проблема в том, что я всегда ожидаю негативную оценку от других, поэтому избегаю людей и общения. Я знаю, что у меня это детские травмы, но как с этим быть? Можно ли с этим справиться самой? Смотрите, вообще забывайте про все эти концепции с детскими травмами. Знаете, как будто бы это звучит так. Я знаю, что у меня это травмы, и как будто бы это снимает с меня или предопределяет всю вашу жизнь, или что-то типа такого, да? Типа, я знаю, что это детские травмы. Я в этом читаю, что как будто бы я такая не в силу того, что я такая, а в силу того, что меня как бы предопределило мое прошлое. Давайте от этого отказываться. Прошлое, оно в прошлом осталось. Все события прошлого, они уже прожиты, они там. Не стоит проживать их постоянно в настоящем. Попробуйте отделить эти факты, да? Подумать, ну, оно было там, и черт с ним. Я сейчас, у меня есть свобода воли, я имею право реагировать и выбирать способ своих реакций. Ожидаю негативную оценку от других. Здесь про враждебность. Вы этому миру приписываете враждебность. Вам кажется, что этот мир состоит из людей, которым свойственно осуждение, агрессия, обесценивание, неуважение. Попробуйте найти подтверждение тому, что это не так. Попробуйте обращать внимание на события, в которых мир был к вам доброжелателен, дружественен, лоялен. Например, моя деятельность психолога очень сильно помогла мне познать эту истину, что мир в целом на самом деле очень добродушен, и что он состоит не из злых людей, а из людей, которые сами чего-то боятся, за что-то переживают. И что на 10 добродушных людей, ну, может, один какой-нибудь не самый добродушный встретится, да? Вам нужно наращивать опыт общения с людьми. Это из упражнений, из заданий. Конкретно на вопрос отвечаю, что делать, если по действиям. Нужно пойти на какой-нибудь тренинг, желательно там на несколько дней, на какой-нибудь там, например, ораторское искусство записаться на несколько месяцев. То есть вам нужно взаимодействовать с группой людей и понимать, что в этой группе к вам не будет негативного отношения. Просто прожить этот опыт и увидеть это. Ездить в какие-то тематические туры. Там тоже будет группа людей. В турах люди, как правило, очень хорошо сближаются и, правда, обнаруживают дружественное отношение к друг другу. Просто ходить на какие-то лекции на 2-3 часа, и когда вы не взаимодействуете с аудиторией, не вступаете с ней в близкий контакт, не поможет. У вас, наоборот, может, вы увидите чей-то взгляд, припишите ему враждебность и убедитесь в собственной правоте, что да, я так и знала, что я миру не нравлюсь, что люди-то злые вокруг. И смотрите, внутренняя настройка. Попробуйте ощутить себя как человека, который способен нравиться. Может быть, вы не нравитесь себе, и в связи с этим вам кажется, что мир тоже не может вас оценить позитивно. Если вы глубинно недовольны собой, и вам не кажется, что вы хорошая, что вы классная, что с вами приятно, что вы, может быть, вызываете умиление у кого-то, например, какими-то своими естественными проявлениями. Если вам так не кажется, то тогда, конечно, вы будете сосредотачивать своё внимание и выискивать плохое отношение к себе со стороны других людей. Понимаете? Вы будете как бы фокус свой на этом держать. Вот вам нужно понять, что почувствовать к самой себе позитивное отношение, и потом попробовать подтвердить это общением с социумом, с группой людей. Я вот там записалась на какую-то учёбу, там было 45 человек, и мы там три месяца учились, каждую субботу туда я приходила, каждое воскресенье. И со временем я обратила внимание, что моё представление об этой группе было вымышленное, что мне очень чётко казалось, что я им не нравлюсь, а на самом деле это не так. А самое большое вообще разубеждение произошло, когда я пришла на очередную какую-то там учёбу, там новая группа людей тематически собралась, там было человек 30, и вдруг на меня пристально смотрит какая-то девушка и говорит, «Вы Екатерина Лим?» Я говорю, «Да». Понимаете, то есть я не могла поверить, что как бы она меня как-то идентифицировала, узнала, и потом, когда у нас был перерыв, она подошла ко мне и рассказывала, что я для неё значу, как я для неё значу, и что она пришла там на одного спикера, увидела другого, и теперь события встречи со мной для неё намного больше значат, чем то, ради кого она сюда пришла. О чём это говорит? Что люди в целом, для меня это было открытие, что люди такие добрые, что люди такие какие-то открытые, что они не стесняются выражать своё признание тебе, уважение, да. То есть мы фантазируем в большинстве случаев на тему того, что мир о нас думает. Домысел не равно факту. Тоже запомните это. Я читаю ниже. Как раз вы не выходите замуж сознательно. Это именно Палоповскому. Да? Ну вот, мы с ним походу совпадаем. Но как вы относитесь к Марине Комиссаровой и её теории эволюции? Ой, а я не в курсе про это. Так же хотела... Недавно осознала, что родная сестра, психопатка, раньше списывала всё на плохой характер. Теперь точно знаю. После этого понимание сложно с ней общаться, раздражает, живём на расстоянии. Как это побороть? Что побороть? Ваше раздражение к психопату? То есть вы сути не поняли, да? Как можно побороть раздражение к психопату? Если он ведёт себя так, что он с вами не считается, обесценивает, использует и манипулирует. То есть вопрос. Разберитесь, да, что такое психопат и почему вы такие эмоции к нему чувствуете. Вопрос поставлен неверно. А у меня вопрос про мужа. Он резко изменил поведение и стал полной противоположностью. Есть подозрение, что он психопат. Можно ли попасть к вам на консультацию? Так, да, смотрите. Чтобы попасть ко мне на консультацию в шапке моего Инстаграм-канала и под всеми моими видео на Ютуб, почти под всеми, я ленюсь иногда это делать, написано «Ватсап». Что это означает? Это означает, что нужно написать смс-ку мне на WhatsApp, что вас так-то зовут, вы из такого-то города, вы хотите очную или онлайн-встречу. Нужно описать, с каким запросом вы хотите ко мне обратиться, потому что я не со всеми работаю, как вы понимаете. Иногда просто тема не моя, а иногда просто запрос нереалистичный. И мы с вами договоримся о чем-то. Катя, значит, опять Андрей пишет, «Как мне надо из темы выдернуть девушку? Влюбился. Давай поработаем с ней. Объясним, что хватит работать». Вообще непонятно про что. Вот кто-нибудь, вот смотрите, я читаю, вам понятно про что, Катя? Мне надо из темы выдернуть девушку. Влюбился. Из какой темы вам нужно выдернуть девушку? И ты мне предлагаешь с ней поработать. Объясним, что хватит работать. Ну вообще, то есть полный хаос. Да? Мужчина. Вы с кем, папа, ты сейчас с кем говорил? В душе молодая. Ну да, это точно. Добрый день, скажите. Добрый день, скажите, пожалуйста, дочке 16 лет. Она не видит беспорядок, часто ходит недовольная. Что это может быть? Слишком мало информации, чтобы понять, что происходит с вашей дочкой. Это запрос серьезный для анализа. Это так-то не сказать. Лобковского не обвиняют в том, что он не замужем, в кавычках, потому что он мужчина. У нас просто люди в стране с таким менталитетом. Да, кстати, это точно. Вы и есть девушка. Мне 50, такая же ситуация. Да, вообще девчонки в 50 так иногда выглядят. В кабинет приходят, смотришь и думаешь, вау. Так вы образ женщины описали, а образ бабы. Ну, не знаю. Какой у вас вес и рост? Слышите, какая музыка у меня тут играет? Какой у вас рост и вес? Я ростом 162, а вешу 49. Я тоже молодо выгляжу и подумала, что у меня молодая душа. Я даже ее видела во сне. Как вы относитесь к рекординации? Я считаю, что да, мы перерождаемся. Сейчас, конечно, тут упадут некоторые. Так оно и есть. Вот так откровенно о себе и открыто. Так, да, что-то есть такое. Вы девушка легкая, это заметно. Так. Екатерина, я вас понимаю, также не ощущаю себя особо взрослой. То есть это какой-то блок? Да нет, у меня блок, наверное, какой-то вот с тем, чтобы там с материнством разобраться. Наверное, в этом. Я... Да, моя девочка, что ты? Луиска тут. Так, мне тут желают удачи, позитива. Вы любите себя, это так приятно, и хочется этому научиться тоже. Ой, это полжизни на это ушло, чтобы полюбить себя. Добрый день. Как разбудить в себе легкую, воздушную девушку? Я слишком серьезная и какая-то слишком тяжелая. Во, хороший вопрос. Ну, знаете, кто, мне кажется, тяжеловат? Тот, кто чего-то боится. Ему сложно из одной точки в другую переместиться, как ментально, так и физически. Да, он что-то боится потерять, он что-то за собой тянет. Ему, наверное, кажется, что обладание тем, что у него есть, это суперважно. Я не боюсь отказываться от чего-то. Например, там, вот легкие вообще решения. Там, вот вчера приходила девушка, которая помогает мне по дому, да. Ну, смотрю, что-то не хватает чего-то в ванной. Она пишет, ой, Катя, простите, там, я разбила. Я говорю, да фиг с ним, господи, разбила и разбила. Вообще не обращай внимания. Да, то есть, или там вчера пошла в турагентство покупать тур в очень красивое место, редкостное в Турции, да. Ну, приходит, прихожу и говорю, ну, все, определилась, еду туда. Он говорит, да там уже места нет. Ну, я так на него смотрю и говорю, ну, так вы же мне об этом не сообщили. А он говорит, ну, как не сообщил? Я говорю, ну, так почитайте нашу переписку. Я думаю, ну, фиг с ним, но нету туда места. Я говорю, ну, где, говорю, еще Риксос-то у вас хороший. Он говорит, ну, вот там вот в Текерове. Я говорю, ну, ладно, Текерово, так себе место. говорю, ну, поедем в Тикерово, ну, то есть, значит, так должно быть, значит, как бы, такая фатализм немножко мне присущ, что, ну, такая судьба, значит, мне туда надо, да, значит, это для меня, во имя меня, то есть, я всегда, всегда говорю, что если какая-то ситуация вдруг идет не так, как ты себе запланировала, это еще не значит, что это плохо, да, да, легкость принятия ситуации, да, есть моменты, которые меня категорически не устраивают и расстраивают, тогда я, может быть, могу буксануть так, но в целом просто нужно выйти на другой уровень понимания ситуации, чтобы с легкостью ее принять, да, не нужно цепляться за свои установки, за свое видение, чем отличается зрелый, зрелый пожилой человек от молодого, у молодого, у него еще много пустого места, и он готов легко его чем-либо заполнить новым, люди пожилого возраста, зрелого возраста, они держатся за то, что они знают намертво, им кажется, что это и есть их идентичность, это и есть их защита, опора, я тот, кто я есть, я тот, кто что-то знает, я на этом стою и падаю, вот этого быть не должно, должна быть гибкость смены позиции, надо понимать, что в этом мире бывает и так, и сяк, и наперекосяк, не надо до конца упираться во что-то одно, да, но это не значит, что сегодня так, завтра по-другому, нет, какая-то целостность основная, базальная какая-то, базовая, должна сохраняться, но при этом вы легко должны в свою жизнь новые молекулы доставлять, да, это и есть развитие через трансформацию. И еще как разбудить в себе легкую, легкую женщину, меньше от мира нужно хотеть, как мне кажется, меньше запроса иметь на что-то, а больше готовы быть что-то для себя самой делать, самой совершать какие-то действия, больше этих действий совершать, меньше готовиться к этим действиям, больше действовать. Я думаю, что это не может быть значение, но я в паспорте не меняла фамилию, она у меня как была, так и осталась, и я, наверное, бы не решилась. Я думала, что лимб псевдоним происходит от лимбического мозга, да нет, какая-то китайская фамилия. Не люблю свою внешность, все что-то раздражает. Когда говорят комплименты, не верю, в чем может быть причина? В обесценивании собственного я. Задайте себе вопрос, мне зачем это нужно? Там, скорее всего, будет ответ, что если я вам поверю, то я потеряю какую-то безопасность, а вдруг потом окажется, что это неправда, и я буду раниться, поэтому я заранее отказываюсь от того, что вы мне предлагаете, чтобы потом не столкнуться с какой-то травматизацией, да. И в целом отношение к себе негативное, вот с чем это может быть связано, с тем, что я плохая, да. Очень легко быть в роли «я плохая» по отношению к себе, быть в концепции «я плохая». Если я плохая, то что, мне ничего и не надо никому доказывать. Если я нарекаю себя хорошей, то мне теперь нужно вести себя как хорошая, да. Подумайте об этом. После секса с манипулятором не получаются другие отношения с мужчинами. А вообще, понимаете, в чем дело? Спать-то надо только с одним мужчиной. А если вы спите и с одним, и с другим, то у вас привязанность будет к тому, кто, скорее всего, был первым до того, кто был потом. У женщины во время секса выделяется окситоцин, гормон привязанности. У мужчины, по-моему, нет. Я такого не слышала от Сапольски, чтобы он что-то такое говорил. Роберт Сапольский, нейробиолог. Так вот, не надо спать с тем, кто является манипулятором, да. Судя по всему, вы к манипулятору испытываете чувства, и когда вы с ним занимаетесь сексом, то вы свою привязанность к нему усиляете. Второй парень, по ходу, с которым вы спите, или вам с ним не хочется спать, он не является для вас таким аффективно заряженным объектом. У вас нет с ним, может быть, такой яркой истории через отвержение, через боль, через негативные эмоции, через желание его себе вернуть. Ну, там что-то такого нет. И поэтому секс с ним не такой вкусный, не такой приятный, не такой желанный. Понимаете? А может быть, просто секс со вторым парнем никакой. Да, тут очень много может быть. И поэтому сложно вам заранее ответить, почему вам не хочется с другим мужчиной спать. Прекратите спать с тем, с кем спать не надо. Это очень простая истина. Вот прям конкретно завязывайте. И попробуйте выстраивать отношения через познание другого человека, а не через секс. Секс – это вообще последняя стадия. Как мне тот мудрец, про которого я сегодня рассказывала, я говорю, ну вот ты знаешь, так сложно вступать в сексуальные отношения с новыми мужчинами. Он говорит, так, конечно, ты же их не знаешь. Ну как, говорю, мы приличное время, говорю, уже общаемся. Он говорит, ты общаться можешь сколько хочешь, ты просто его не знаешь. Ты не полюбила его душу. Она не интересна тебе. Ты нему не доверяешь, ты не можешь раскрыться. Поэтому тебе сложно. Я говорю, ну блин, а вдруг мне там полгода понадобится, чтобы раскрыться и чтобы кого-то захотеть? Он говорит, а что, это много? Я говорю, ну вроде да. А он говорит, для того, чтобы кого-то познать, это совсем немного. Мы же как, мы же бежим в секс-то, потому что мы же такие взрослые, такие раскрепощенные. А некоторым просто потому, что очень сильно хочется. Да, у них как бы секс и взаимопонимание другого человека с другим человеком. Отдельные вещи, разнесенные на разные вообще какие-то уровни, на разные задачи. Да, сексом мы будем заниматься, а понимать друг друга потом. То есть это как-то вот не стыкуется. А на самом деле одно из другого вытекает, понимаете? И поэтому, когда ты с кем-то ложишься в постель, тебе надо понимать, я это делаю. То есть если у меня такой примитивный, животный уровень понимания собственных потребностей типа секса для здоровья, хотя всем понятно, что кроме нездоровья секс ничего не несет, то тогда люди спят, а потом начинают разбираться, с кем они спят. Если ты более такой, я не знаю, душа 7 тысяч лет уже живет, и она по-другому выбирает, и для нее, у нее все меньше и меньше вот таких вот, вот обратите внимание, психопаты, они живут, примитивный мозг, да, они живут чем? Примитивными, очень примитивными гедонистическими радостями. Там секс, еда, сон, какие-то развлечения. Более сложные люди, они, у них с сексом очень сложные отношения, у них все непросто. Им, чтобы с кем-то там переспать, кого-то захотеть, кому-то отдаться, с кем-то сблизиться, у них там очень много условий должно быть перед этим выполнено, понимаете? Но это про более высокую избирательность, про... Там все через чувства идет, да, там не идет через тело, там через осознанность. Поэтому, типа такого. А если мужчина часто говорит при душу и делает пасы руками? Что это значит, вы меня хотите спросить? Что отдельно взятый мужчина говорит при душу и руки на вас накладывает? Ну, я не знаю, как вы думаете. Вы ведь дуже хороша и приемна. Это украинцы с нами. Дякую вам за подари, за поради. Поради, не знаю, что такое, но дякую, догадываюсь. Вы умная, это сила, и притягивает слушать и расслабляться от услышанного. Мне кажется, я иногда так сложно говорю, что вам не очень это... Лучше вас это может подгружать. Да? Ну ничего, я научусь потом попроще. Разошлись с нарциссом месяц назад. Я с дочкой уехала жить в другой город. Он приезжал к дочке, и дочка заметила и расстроилась, что у папы появилась новая тетя. Задает мне вопросы, как правильно себя вести. Лучше детский психолог вам скажет. Но нужно главное дочке дать понять, что папа ее любит. Что папа ее любит, и что другие тети в его жизни не займут ее место. Что она все равно для папы очень важна. И просто у папы складываются так обстоятельства, что папа маму тоже любит. Но просто у папы начинается немножечко там новая жизнь. У папы там свои задачи. Мы все друг к другу хорошо относимся. То есть отследите, какой у вас внутренний посыл и у самой отношение к тому, что у папы появилась новая тетя. Может быть, ребенок зеркалит вам ваши чувства. Такое тоже может быть. Семь лет уже взрослая может понять. Если твой близкий негативно реагирует на окружающий мир, а тебе всегда кажется, что он виноват во всем. На окружающий мир. А тебе всегда кажется, что виноват во всем ты. Что это? И как не реагировать на такое? Ну, реагировать вы будете всегда, потому что вы носитель чувства вины. Нужно работать с психологом и смотреть, как вы можете отказаться, за счет чего вы можете отказаться от патологического чувства вины. Потому что у вас с границами еще проблема. Вы не разделяете другого человека, его мир и его чувства, его способ реагирования с тем, что у вас есть свой мир, и вы в нем как-то действуете. Вам кажется, что если тут реакция есть, то это обязательно про вас. Обязательно вы определяете эмоции другого человека. Рубаните, это разные вещи. Так, Катя, после вашего тренинга об успехе я подняла ценник за свою работу в два раза, и мне легко согласились за все платить. Да? Какая прелесть! Я вас поздравляю! Вы большая молодец! Ну, вы теперь придумайте еще какие-нибудь способы. Потому что поднять ценник – это один из самых простых способов, да? Но вы подумайте это про любовь к себе, про уважение своего труда. Подумайте, может быть, вы что-то можете еще интересное сделать, чтобы привлечь внимание к своему профессионализму. Спасибо за ответ. Пойдем гулять, хватит вебинары. Мужчина, с вами гулять я точно не пойду. Вебинарить. Кыса, он мне пишет кыса, вы понимаете, что он как оценивает ситуацию? Неужели столько много психопатов, как послушать? Да нет, нет, просто очень многие приписывают психопатию там, где ее нет. Я думаю, что женщины намного умнее мужчины в большинстве своем. Как вы думаете, это так? Ну нет, конечно, я так не думаю. Ну что вы? От пола-то не зависит. Мужчины просто более решительные, более бесстрашные. У них более четкая, простая на самом деле логика. Женская логика часто настолько запутанная, настолько такая, больше компонентов включает, что мужчинам кажется, что женщина не особо логична. Но что одна половина человечества умнее, другой половина человечества, ну нет, ну сказать нельзя. Ну посмотрите, там самые крутые и гениальные психологи, это, например, у философов, это мужчины. Ну, наверное, не потому что женщины их умнее, а они их глупее. Нет, это смотря откуда смотреть и смотря как рассуждать. Мне кажется, мы все равноценны вот в этом мире. Включила блютуз, наушники и пошла с вами завтрак готовить. Класс! Муж обвиняет в серьезности и неэмоциональности. Это нарушение моих границ? В серьезности и неэмоциональности? Ну нет, вы что, это не обязательно. Надо смотреть, при каких обстоятельствах, есть ли действительно с вашей стороны какая-то суховатость. Может быть, это попытка что-то до вас донести и поменять качество ваших отношений. Чему лучше учиться дополнительно? Психоанализ или гештальт? Психоанализ. Это мой выбор. Гештальт нет. Как мой научный руководитель, когда я сказала, ой, вы представляете, говорю, а он еще, я про своего психолога сказала, а он еще в прошлом гештальтиста, она говорит, жаль. Да, то есть у нас, ну, как бы. Когда у вас день рождения? В январе 15-го. А на чем основано убеждение в том, что люди перерождаются? Да ни на чем оно не основано. Ну вы чего? Вам хочется доказательств каких-то? Это мое ощущение этого мира. И себя самой. 15 января, да, все правильно. У вас красивая улыбка, спасибо. 15 января, 15-го. Вы заряжаете оптимизмом. Та-та-та, тар-та-та. Какой чудесный взгляд на жизнь. А как вы относитесь к смене имени? Так, а мы уже ответили. Плюсую о смене имени. Подскажите, никого из мужчин сердце не принимает? Была замужем за психопатом, отошла уже. Прошел уже год, никак не могу влюбиться. Понимаю, что нужно время. Не переживаю, что... Но переживаю, что разочарована в мужчинах. А каких мужчин вы видите рядом с собой? Видите ли вы действительно интересных мужчин? Бываете ли вы там, где эти интересные мужчины живут? Как говорится, надо анализировать. Здесь иногда действительно бывает разочарование. Но надо анализировать. Более конкретная ситуация должна быть. Так, 12. Катя, добрый день. У меня часто бывает дежавю. Не знаю ничего про дежавю. Есть тема, что из прошлой жизни что-то приходит. Ну, не знаю, думаю, какой-то психологический эффект на самом деле. Никак не связан с эзотерикой, мне кажется, нет. Проживание каких-то просто очень похожих чувств. Катя, спасибо за то, что вы говорите. Что вы за счёт союза с мужчиной хотите что-то добрать очень сильно. И вам каждый мужчина кажется обладателем каких-то благ для вас, какого-то счастья. Осознайте, что это не так. Так, союз тебе ничего ещё в жизнь не принесёт. Он ещё ничего тебе не гарантирует. Очень мало людей в этой жизни, которые действительно способны качественно изменить вашу жизнь. При всём том, что вы без разбора идеализируете каждого. Если вы идеализируете, это про очень большие внутренние ваши дефициты, страхи. Вам так хочется совместности, что каждый просто кажется шансом. Разберитесь внутри себя, почему вы себя ощущаете неполноценно. И это долгая работа над собой, над собственной полноценностью, автономностью и независимостью. Друзья, можно задам вопрос? Если живую встречу сделать, подскажите, пожалуйста, на какую тему вам бы хотелось? Так прекрасно, знаете, мне клиент, он бывший мой клиент. Это, конечно, очень непрофессионально. Но так прекрасно. Он мне пишет, я тебя люблю. Не знаю, в связи с чем у него такая мысль. Но он иногда присылает мне такие сообщения. Ну, это любовь пациента к доктору. Он меня доктором называет. Я постоянно его ругаю за что-то, что он там неправильно живёт, неправильно идёт, неправильно понимает. А вот он каждый раз, когда ты ему нахлобучиваешь, он потом пишет приятные слова. Душа живёт 7000 лет. А как это смогли понять? Не-не-не, это просто для художественного слова. Я без понятия, сколько живёт душа. Вы говорите великолепно, несложно. Пожалуйста, не надо упрощать очень красивый стиль речи. Вау, супер, так приятно. Как только поставила границы с нарциссом, стал очень меняться в лучшую сторону. Это обман или всё? Нет, может. Может. Правда, может. Нарцисс может. Он начинает... Ну, смотрите. Что такое границы? Границы – это про то, что я себя люблю, уважаю, у меня есть право на что-то. Я заявляю об этом тебе, не боясь. Даже, может, и боясь, но заявляю. И он начинает уважать тот факт, что вы уважаете себя. Поверьте, ко мне приходят разные-разные нарциссы. Я с ними работаю, но они в работе со мной проявляют не худшие свои качества, а лучшие. Почему? Потому что они видят, как я уважаю себя в приёме с ними. И со мной они ведут себя так же. А с какими-то другими людьми они протискиваются в те места, где у них тонко и рвётся. Понимаете? То есть нарцисс, в отличие от психопата, он может меняться. Вообще, если нарцисс на невротическом уровне, он вообще очень много чего может. Если на пограничном, там сложнее. Но в целом, надо понимать, что нарцисс – это не настолько непоправимая история. У нарцисса есть нравственность. Он может быть очень морально правильным человеком. У него другие моменты, у него там… Ну, такие все разные нарциссы. Екатерина, сложно осепарироваться от мамы. Девчонки, про маму… Сейчас давайте вниз туда крутанём, кому-то не повезёт. Вот, тема. «Живую встречу, плиз, в сторону лучшего понимания здоровых отношений». «Самооценка». Ага. Тема «Самооценка». «Самооценка на цену самодостаточности». Хорошо, я поняла. Спасибо большое за то, что так внимательно ко всем вопросам. Первый раз такое вижу, чтобы психолог отвечал на все вопросы, на которые знает ответы так подробно. Ну, вы знаете, мне кажется, я такой психолог, который только начинает набирать свою аудиторию. Я не знаю, что может случиться с моей головой, если ко мне в эфир будет выходить 800 человек. Вы понимаете, когда у тебя там 80 человек в эфире, ты практически на все вопросы можешь ответить и позволить говорить об этом подробно. А когда у тебя 800 человек выходит на эфир, ну, наверное, ты просто позволить такую роскошь себе не можешь, потому что, ну, как бы, а что другим достанется, да? Но в целом мне кажется, что действительно вы правы. Я есть такая вещь, я подробно отвечаю на какой-то вопрос, такая мини-лекция иногда получается. И это то, что пока на сегодняшний момент отличает меня. Я не проходила еще такой урок, как медные трубы, и понятия не имея, куда может съехать моя кукушка и какая корона мне на голову может упасть. Потенциал на это есть, что я, что будет какой-то большой резонанс у моей деятельности, да? Если там ничего не случится плохого со мной, а если я буду продолжать в таком же режиме. И вот посмотрим, да, там, как говорится, моя мама, скурвишься ли ты или нет, да? Ну, это она не про меня говорит, это она в целом так рассуждает. У моей мамы очень много разных словечек, типа хахаль, еще у нее есть словечко хуйман. Ну, такие разные-разные словечки мама употребляет. Скурвился, паскуда, вот у нее вообще необычно. На улице очень классная погода, я поеду сейчас на природу, позанимаюсь там, почитаю, кстати, там, да? Давайте почитаю, может быть, выйду к вам в эфир и почитаю вам слух, да? Да, может быть, вам это тоже понравится. Фрома возьму сейчас с собой, да? Все, друзья, да? Может быть, еще сегодня увидимся, потому что выходной. Все, целую, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok